физкульт привет друзья и ученики для кого мой канал мой канал не для натуралов или для химик мой канал не делится на такие ограничения мой канал для здравомыслящих умных людей и единственное я даю конкретные рекомендации показываю отличия натурального тренинга от фармакологического показываю почему на фармакологии неважно как ты тренируешься ты все равно будешь получать результат но если ты тренируешься грамотно твой результат будет гораздо выше даже на фармакологии но если ты натурал и ты тренируешься неправильно безграмотно то отдачи у тебя не будет тебя может быть даже Отсутствие прогресса и регресс Именно для здравомыслящих людей, которые хотят получать постоянный прогресс Существует мой канал Почему я говорю о фармакологии? Я говорю о фармакологии не для того, чтобы сподвигнуть вас к ее приему На самом деле я не являюсь сторонником или противником фармакологии Я являюсь сторонником здравого смысла Здравый смысл говорит нам о том, что если мы владеем информацией Мы можем ее использовать Все, что делает СМИ, дает нам кучу говна Просто говорят, что фармакология, а конкретно стероиды, это вред Это полная чушь Фармакология, стероиды придуманы для того, чтобы помогать людям, больным людям И если стероиды при грамотном использовании помогают больным людям То при грамотном использовании они могут помочь и здоровым людям Единственное понятие ограничения, различия, что такое здоровье, что такое нездоровье Так вот, если давать эту информацию грамотно, то большинство молодых людей не будет использовать фармакологию А если вы будете запрещать, то это как по аналогии с алкоголем и курением Все равно люди курят, люди бухают Хотя курение и алкоголь даже близко нельзя ставить в один ряд с фармакологией Фармакология, это хорошо, когда ее грамотно применяют нужные люди Она спасает жизни Курение и алкоголь в любом случае убивают вас Курение и алкоголь влияют на ДНК и рождаются дети-уроды Сколько бы в фармакологии вы не обкололись, если вы не угробите свой сперматогенез, будут рождаться здоровые дети Стероиды не влияют никоим образом на ДНК Поэтому дети рождаются нормальными Почему врачи все и кругом всегда говорят, что стероиды это вред? Просто на самом деле врачи ничего не знают о стероидах Поверьте мне, у меня было много знакомых Моя первая любовь училась в медицинском институте Все, что им говорят и все, что они знают о стероидах, это метанодрастиналон Все, на этом все заканчивается Поверьте мне, не зря существуют и созданы стероиды Больные люди просто нуждаются в них Люди, которые больны ВИЧ, теряют массу, благодаря стероидам спасают свои жизни Мужчины в зрезлом возрасте сейчас резко теряют уровень тестостерона Несмотря на то, что даже сейчас у нас, у большинства мужчин, у 99% со Второй мировой войны Уровень тестостерона упал в два раза Так вот, друзья, не стоит мне в упрек ставить то, что я говорю и рассказываю о стероидах Я пытаюсь вам донести, что стероиды нужно принимать грамотно, по совету врачей, тогда, когда вам нужно Почему лучше быть натуралом? Почему лучше тренироваться натурально? Чем большего вы достигнете в натуральном тренинге, тем лучше, когда вы будете в зрелом возрасте И если вам врач посоветует стероиды, вы будете выглядеть здоровее При натуральном тренинге вам не нужно соблюдать постоянный режим Колоть в себя еженедельно определенное количество фармакологий Это, во-первых, затратно Во-вторых, это будет действительно вводить многих в депрессию Потому что после отмены курса все равно вы будете возвращаться в исходную форму Конечно, будете выглядеть чуть-чуть лучше, но вы будете терять набранное на стероидах Даже на креатине, набранное после отмены приема креатина, возвращается на круги своя Поймите это, друзья И нужно грамотно и четко понимать Не нужны нам стероиды с вами, людям, не выступающим на соревнованиях Я уверен, что те, кто выступает на соревнованиях, тоже не очень рады тому, что им нужно принимать стероиды Но условия жизни, к сожалению, не те, что нам говорят в СМИ Нету ни одного олимпийского спортсмена, который бы не принимал стероиды Самые большие вредители, это как раз-таки Олимпийский комитет и ВАТА Именно они продают стероиды, которые вредны, потому что не ловятся и выводятся из организма очень быстро Именно они продают стероиды, которые не будут ловиться на Дальнем Олимпиаде Они продают эту информацию, они продают сами стероиды Вы поймите, это не только большой бизнес Большой спорт сейчас, к сожалению, это еще и большая политика Не власти в него, если хотите сохранить свое здоровье Вот почему крайне необходимо доносить эту информацию до молодежи, до любого человека Стероид это не вред, но если вы неграмотно и на раннем этапе начнете его принимать, вы навредите себе Вы навредите всей своей иммунной системе, вы навредите своей эндокринной системе Потому что в вашем молодом возрасте гормоны просто и так в крови играют больше, чем нужно И при грамотном тренинге, при силовом тренинге вы наберете солидную мышечную массу Вы будете выделяться из толпы, но стероиды для этого не нужны И поверьте мне, сейчас на рынке больше, чем 95% фейков Фейков, которые не работают Стоит это дорого Это сейчас во всех странах мира практически криминал Покупай астероиды, применяй астероиды, храня астероиды Даже если вы подарите кому-то астероиды, это криминал За это вас поймают, за это вас накажут Вам это все нужно Проще понимать, разбираться в хитросплетениях построения тренировочного процесса Именно для этого и создан мой канал Надеюсь, я не сильно вас утруждаю и загружаю Пишите комментарии свои, то, что вы думаете об этом Если вам видео понравилось, обязательно поделитесь с ним Мне не важны лайки, дизлайки, подписка, отписка Кстати, если вы отписываетесь от канала, тоже не нужно мне об этом сообщать Тем более в грубой форме Данный комментарий просто будет заблокирован системой Для меня цель данного канала это просвещение Просвещение людей Как грамотно тренироваться Как грамотно питаться Когда и как что есть Как нужно принимать и когда тот или иной астероид И нужно ли это делать именно вам И вообще стоит ли это делать Но не забывайте, что существует такая отрасль в медицине, как эндокринология И вы можете всегда сдать свои гормоны на тот или иной уровень, на анализы И любой врач-эндокринолог скажет вам, низкий у вас уровень или средний Но если у вас уровень средний, это уже плохо Если у вас уровень низкий, это вообще катастрофически плохо С чего начать? Начните с приема левзии, с приема витамина D, с кальция, магния и цинка Это поможет вам хорошо на собственном уровне поднять уровень собственного тестостерона Также следите за моими видео, за моими статьями на сайте hmgym.ru Здесь вступайте в закрытую группу Буду заканчивать Всем пока Увидимся в тренажерном зале Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok